Когда ты будешь работать, что ты купишь на первую зарплату? Первую зарплату, наверное, отложу и куплю себе, наверное, машину. Сколько у тебя должна быть зарплата? Около 100 тысяч. А кем надо работать, чтобы зарабатывать 100 тысяч? Инженером, промо-гидротехник. А что ты купишь на первую зарплату свою? Ну, если подумать, для Гончика важна эта крутая машина с турбодвигателем. Сколько должен зарабатывать гонщик, чтобы купить крутую машину? Ну, для крутой машины где-то менее порядком 5 тысяч. В месяц? Ну, да. Крутая машина, наверное. Я хочу что-нибудь полезное. Например? Еда. Еда? Да. С первой зарплаты ты купишь еду. Вась, расскажи, а когда ты вырастешь и будешь большим, пойдешь на работу, и у тебя будет первая зарплата? Не, а буду я большим, пойду в школу. В школу? Да. А после школы? После школы пойду домой. Расскажи, что ты купишь на первую зарплату? Мы построим дом, и там я золотистого ритвивера себе куплю. Хорошая собака 1111. Только дома стоит. Расскажи, сколько нужно денег заработать, чтобы построить дом? Наверное, где-то 500 тысяч. А кем нужно работать, чтобы заработать 500 тысяч? Бухгалтер. Моя мама им работает. Мама 500 тысяч зарабатывает? Нет. У меня будет 7 работ на каждый день в неделю. Ну, может, и 8 работ будет. Но я не знаю. Я так много работ хочу. У тебя будет первая зарплата. Что ты купишь на нее? Трехэтажный торт. Когда ты будешь взрослым, будешь работать, что ты купишь на первую зарплату? Машину. Сколько нужно зарабатывать денег, чтобы купить машину? Миллион. А кем нужно работать, чтобы заработать миллион? Блогера. Блогера? Блогер точно зарабатывает миллион. Что такое для тебя дружба? Как объяснить? Дружба так... Он бегал, бегал, победил. И, кстати, это в мясте победил. И, кстати, это дружба победил. А если проиграли? Если проиграл, я не получил приз. А что такое дружба? Дружба – это дружить с кем-то. Например, с единорожкой. Что такое дружба? Дружба – это когда дружат. Кто дружит? Мальчики с девочками и мальчики с мальчиками. А ты больше любишь дружить с девочками или с мальчиком? Ну, иногда и мальчик, и девочка. Играют в одну игру, а мне даже правила не рассказывают. И я не понимаю, как у нее играть. А потом они убегают. Вот такие друзья, да? Ну, да. А как ты понял, что они твои настоящие друзья? Ну, мы друг другу помогали с учебой. Ну, не знаю, играем в основном в разные игры. А пакости друг другу делаете? Нет. Иногда бывает. Мы находим в интернете разные шутки и повторяем. В общем, у меня есть друзья Никита, Вовчик, Ваня, Игорь, Маша. Ты сказал, у тебя есть подруга Маша? Да. Как думаешь, вы с ней друзья? Да. Или она тебе нравится? Это было сначала Никитина подружка, но потом она пришла на площадку, когда я сам гулял, и она со мной познакомилась. А я в нее влюбился. Чем вы занимаетесь, когда гуляете с мальчиками и когда с девочками? Мы разговариваем о своей жизни. Какая жизнь у вас тяжелая? Ну, нет. За котовым ухаживать это легко. Ты веришь в единорогов? Нет. Почему? Я в драконов верю. Драконы точно существуют? Не знаю, говорят, в Китае было в Ахнейске. В Ахнейске было чудовище, когда в Ахнейске. Вот это я верю. Ну и в китайских драконов. Может, это верить. Но я не знаю даже, верю или нет. На половину верю, на половину не верю. Верю. А ты где их видела вообще? Палки. В парке гуляют? Да. Ты веришь в единорогов? Да. Почему? Потому что я видела такую книжку и хочу ее читать, но никак не могу. Ты веришь в единорогов? Да. Просто вон такой лосось. Теперь у него есть такой вагат только один. Позноцветный такой вагат. Здесь не колючий, а здесь колючий. А как ты думаешь, для чего ему нужен рог? Просто у него только четыре ноги и еще. И рог. Да? Да, и рог один. А для чего им нужен такой рог? Ну, чтобы исполнять желания. Давай прямо сейчас загадаем, и единорог исполнит твое желание. Я хочу быстрее переехать в Шишино. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!